Добрый вечер, дорогие преданные, друзья, гости в сегодняшней нашей программе. Вот у нас сегодня день, явление мы отмечаем Господа Рамачандры, Рамдалами. Си Рамна Мао Мао Цивакли. Я подобрал шоку, Шимат Багаватам, поскольку еще раз напомню, что все мы знаем, что недавно произошли трагические события в нашем городе, и мы скормим также со всем нашим городом, неприятные вещи, они происходят в Калиюгу. Мы решили сегодня проводить арати все сидя, без танцев, и я подобрал шоку, которая, на мой взгляд, выражает, это удивительная шоку, Шимат Багаватам, выражает определенное настроение и молитву, которая может принести благо всему человечеству. ОМ НАМО БАГАВАТИ ВАСУДИВАЯ 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 ОМ УН Г 大им. ОМ О Tri. ОМ ПСТАНСУДИ ВАСУДИ ВАСУДИ ВАСУДИВАЯ ОМ Д MBA. Продолжение следует... Продолжение следует... Живые существа начнут заботиться о благе друг друга. Так давайте же служить трансцендентному голосу Души Кришни, и пусть мысли о нем никогда не потядают нас. В известном стихе, посвященном Вайшнавам, говорится... Вайшнав подобен древу желаний. Он способен исполнить любые желания того, кто нашел прибежище у его лотосных столб. Махараджа Прохлада – идеальный пример такого Вайшнава. Он молится не за себя, а за всех живых существ. И не только за добродетельных, но и за злонравных и порочных. Шимаат Бхагаватам и Бхагаватадарма предназначены для тех, кто полностью свободен от злобы и зависти. Поэтому Махараджа Прохлада в своей молитве говорит «Кхалах просидитам, да успокоятся все злонравные существа». В материальном мире злоба и зависть встречаются на каждом шагу, но тот, кто изжил себе эти пороки, становится великодушным и заботится о благополучии других. У каждого, кто встал на путь сознания Кришны и посвятился ослужению Господу, он полностью очищается от злобы и зависти. Манаш Чабхадрам Бхадзатат Адхок Шаджей. Это часть комментариев на эту удивительную шоку. Да воцарится мир и благоденствие во всей вселенной, да успокоятся все злонравные существа. «Пусть каждый обретет умиротворение, занимаясь бхакти-йогой, ибо став на путь преданного служения, живые существа начнут заботиться о благе друг друга. Так давайте же служи и трансцендентному Господу Шель Кришне, и пусть мысли о нем никогда не покидают нас». Сима Адбхагаватан, 5-я песня, глава 18-я, текст 9-й. Сегодня необычный день, день явления Господа Рамачандры. Мы знаем, многие из вас слышали, наверное, историю Валмики, в изложении которого сейчас известна Рамайна во всем мире. И Валмики не всегда был благочестивым человеком. Он повторял эту мантру «Мара-мара-мара-мара-мара», которая перешла в Раму и очистила его сердце. И позже описывается, когда Валмики очистился от повторения этой мантры, Рам-мантры, да, святое имя очистил, и перед ним проявился Господь Брама. Господь Брама, вот, он проявился перед Валмики и дал ему тоже некоторые наставления. Он сказал, что тебе необходимо погрузиться в медитацию, то есть получить какой-то реальный, духовный, живой опыт. И после этого, да, вознести молитвы Раме, и после этого записать трансцендентную Раму Ливову. И Валмики уже в очищенном таком состоянии, он погрузился в самадхи, это было према самадхи, да, или медитация любви. То есть его сердце было полностью чистое, от чего Деша Прабхупада говорит, что Бхагава там могут понять только люди те, которые свободны от зависти. Да, я хотел сегодня, Рам Ливана огромная, там столько ключевых моментов, но я хотел бы выделить вот этот момент. Зависть Парамонир Мацаранам Сатан, да. В Бхагава там говорит, что понять, по сути дела, и увидеть, и постичь верховную личность Бога в ее звуковом воплощении, Шимат Бхагава, способны лишь те люди, чьи сердца чисты, чьи сердца свободны от мацари или от зависти. И в Алмите, он увидел, говорится, что вся эта Лива, Рама Лива, она проявилась в его сердце полностью, он увидел в деталях, он проявилось, это значит не просто какой-то сюжет пришел, да, а мультик, да, вот. Нет, на самом деле он прочувствовал все настроения, все сцены, да, он глубоко испытывал эту бау и прему, он прочувствовал все горечь разлуки, ситые Рамы, да, радость победы, вот. Вот, и после этого, говорится, он записал Раману, 24 тысячи шлотина составила, и дальше Шабрапада говорит, что слушай о Ливах, адхокша-джи, одно из имен Кришны, верховной личности Бога, адхокша-джи тот, кого просто так не понять материальными чувствами. Нельзя просто его увидеть материальным зрением, например, да, или услышать материальными ушами. Адхокша-джи, он находится за пределами чувственного материального восприятия. Но Ливы адхокша-джи, деяния верховной личности Бога, слушая их, то душа, она начинает постигать аспекты бхакти, или разные аспекты преданного служения. И в этой шлоте, Прохлада Махарачу молится, он говорит, Моначча бхадрам, бхаджатат адхокша-джи. Бхадран, то есть это благоприятное, да, ум он наполняется благоприятной энергией. Бхаджатат адхокша-джи, служение адхокша-джи. И когда ум очистится от злобы и зависти, человек способен... Ахайтуки, ахайтуки как переводится? Бескорыстно. Да, он способен бескорыстно заботиться о других, что-то делать для других, не ожидая для себя ничего взамен. Это очень крайне, на самом деле, редко встречается в этом мире, поскольку за любой какой-то деятельностью часто есть какой-то мотив. Вчера я, кстати, как я... Я на этой станции был где-то за 20 минут до взрыва на Сеной. Обычно я выхожу на Адмиралтейской, но что-то так заслушался лекции, доехал до Сеной, и дальше уже технология была, но я вышел. И я видел и многие моменты, и удивительно, и вы в газетах прочитали, как люди, они как-то немножко сплотились, да, бесплатно возили, транспорт был. Как один человек, я видел, он раздавал воду, бананы, шоколадки для тех, кто пострадал. Удивительно, что на самом деле глубоко внутри живое существо, оно обладает этой добротой, любовью и бескорыстием. И более того, оно не просто обладает, оно от этого испытывает наслаждение. Потому что настоящее наслаждение, оно приходит от бескорыстной любви. И я попадал заслужить много в разных тяжелых ситуациях. В 95-й год был в Чечне, когда была война. Мы тоже были с миссией благотворительной пищи жизни. И я видел, как люди менялись на глазах. И они становились ближе друг к другу. Но, к сожалению, почему-то это только часто происходит в каких-то тяжелых ситуациях, в каких-то экстренных случаях. Потому что еще буквально полчаса назад никто не возил никого бесплатно, я не раздавал воду и не улыбался. Я шел и смотрел на лица людей. Мы приехали только пару дней назад с Ришикеша. Это удивительное место, где ганга. Течет в ее бурные чистые воды, они уносят грехи людей. Даже ветер с ганги в этом месте описывается, если вы близко подойдете. Он очищает сознание человека. И мы приехали в Россию и увидели счастливые уже лица в аэропорту. Счастливые в кавычках, конечно. Так или иначе, вот эта мантра, вещь чем-то на том, что ум очищается злобой зависти, человек способен бескорыстно, ахайтуки, заботиться о других. И Брама говорит, поведая о том, кто полностью чист, имеет ни одного греховного желания и сострадательный ко всем. И это, конечно, Верховный Господь, источник Всевысущего. Мы были вместе, Дев Праяк, чуть-чуть выше Ришикеша, если подняться, там удивительно, как раз две реки сливаются, Лакананда, очень такая, такого бирюзового цвета, и Багиратха полностью белая, могущая. Они в этом месте сливаются. И мы поднялись наверх, и чье там божество как раз мы увидели, кто как думает? Божество Рамачандры. Да, он огромный такой, из черного такого красивого камня сделано божество, и оно очень древнее. Пуджаре описывает, что ему 1250 лет этому божеству, и мы стали искать Пурана, смотреть об этом божестве, что сказано, и оказывается, когда Рама уже победил Равану, они вместе с Лакшманом в этом месте совершали ягью. Они совершали ягью, и поэтому в честь посещения Господа Рамы этого места, представьте, сколько прошло этих миллионов лет в Стратой Юге, Адишанкар или Шанкарачаря, он постановил это божество. Прекрасное, удивительное божество Рагунаджи, Господа Рамы. Итак, на девятый день пребывающей луны месяца Чайтра, говорит, с излона Кавышали появился Рамачандра. Сразу вот начнем. Мы знаем, что у Махараджи Дашарадхи, у него не было детей, это его сильно печалило, и там произошла ягья, после чего трем его женам достались плоды эти ягьи, и родилось четыре брата. Мы знаем, что через несколько дней Кайкея народила Барату. Рамачандра появился из луны Кавышали. Если вы будете читать Рамаю на Великий эпос, вы можете тоже постигать. Сумитра, у ней появился Лакшман и Шатрубна. Вот и мальчики росли, описывается, и Лакшмана он искал всегда, он пребывал в таком настроении, он искал любую возможность служить Рамачандре, в таком был настроении. А Шатрубна Барате. И все четверо они очень дружили. То есть Лакшман, Рамачандра, Шатрубна, Барата. Они жили очень дружно, у них был дружеский коллектив, своя Бхакти Грикша. Здесь у нас прекрасно, я обратил внимание, селограмма Шивы, вы потом подойдите к алтарю поближе, увидите, и можно спросить, у Дживараджи Прабу это у нас, какие божества вот слева? А? Лакшман внизу? Слева Лакшман. Вот. А внизу маленькая Шива еще, три же Шива всего. А внизу Хануман. Про Ханумана, раз уж мы вспомнили. Кто был в Индии, обратили внимание, все время часто камень окрашен красной краской. И все спрашивают, почему красный? Причем тут Хануман и красный? Знаете историю, что когда Хануман, да, он подошел к Сити и спросил, что ты ставишь, вот здесь такой красный, такой пробор какой-то там все. С чем ты это делаешь вообще, это странно, мне кажется. Мне обезьяне, это непонятно. И она говорит, ну, говорит, Раме нравится. Я делаю это удовлетворение Раме. И он подумал, Раме нравится. И он схватил всю эту краску, Синдур и весь в ней взвозился. Поэтому часто, если вы будете путешествовать по Энди, вы увидите Храмы Ханумана, они такие вот красные, весь Хануман. Столько любви. Ничего, все Раме нравится, надо скорее это сделать. И так, Господь Рама, говорится, явился в этот мир, чтобы показать пример совершенного правителя. Мы знаем, даже Рама Раджа, вот это царство, оно до сих пор известно, его прославляют, что все имели умиротворение. Браманы имели защиту, кшатри были честными, шудры не воровали, были ультворенными. Одно из главных качеств шудр быть тоже ультворенных, написается. Ващи тоже были щедрыми, они поддерживали царство. Также Он явил идеальный друг, муж, сын, ученик. То есть, Мануши Лила. Господь приходит в этот мир, хотя сам Господь от Хокшаджа, Он источник всего сущего за пределами гонматериальной природы, Он являет иногда Мануши Лилу или человеческую форму принимает. Нельзя путать игры Господа просто с какими-то деяниями простых людей, даже очень великих в этом мире. Нет. И описывается, что однажды Дашарадху Он собрал министров и объявил. Я долго служил своему народу, и хочу завтра объявить Раму наследником престола. Это всегда в традиции. Царь, он заботится, чтобы династия продолжалась, чтобы кто-то дальше правил государством. И у него было желание, поскольку Рама, он обладал всеми достояниями. Он выделялся среди четырех братьев. Он был самый перспективный правитель. И Дашарадх, естественно, объявил, что я хочу Раму сделать наследником престола. Рама – почтительный добр, и жители страны просто обожали его. Тоже удивительное качество правителя, что это не просто непонятные какие-то выборы. Нет, его обожали люди. Рама был настолько внимательный ко всем, очень внимательный. Он видел в людях, смотрел, видел их хорошие качества, мог вдохновить. В Рамате очень можно много прочитать о качествах Рамы, как он правил. Но и Рама ответил, пусть так и будет, отец, так, как ты пожелаешь. И вот здесь начинается самое интересное. У Кайкеи, мы уже слышали, кто такая Кайкея. Да, это Бараты, мама Бараты. Тоже жена Дашарадхи. У нее была служанка, злая старая горбатая манхара. Такая служанка. И Айодхи вся начала радоваться прекрасно. Стали украшать улицы, посыпать цветами дороги, брызгивать этой розовой водой. Всякие благоприятные фрукты, овощи стали выставлять на улицах. И такая радостная остановка, праздника. И говорится, что эта манхарта, видя вот эту всеобщую радость, зависть и злоба, они проснулись в ее отравленном сердце. Она не радовалась вообще. Все радовались вокруг. Все. Но почему она не радовалась? Она думала, я старая и уродливая, еще и горбатая. Но этого мало. Если Рама взойдет на престол, то Кайкея будет приживалкой и лишним ртом. То есть она зависела от Кайкея. Она ей служила, и она понимала, что если не она станет главной царицей, то и я тоже лишусь каких-то своих дивидендов. И она попадет не милость, а с ней, и я потеряю уважение, и этого нельзя допустить. Вот этой манхарой зародился очень коварный и страшный план в ее сердце, в ее уме. И царица Кайкея, она в этот момент, она как и все радовалась, она была рада, она очень любила Господа Раму. Она любила Рамачандру, как своего собственного сына, как Барату. И тогда она стала потихонечку давать свое злонравное общение. И она говорит, чему ты радуешься, глупая Кайкея? Чему ты радуешься? Тебя просто выбросят за ворота. И говорится, что постепенно я от речей манхары проник в ум Кайкея и отравил ее сердце. То есть мы можем видеть, как критика, она разрушает духовную жизнь. Чек радовался, был счастливым. Но вот общаясь с завистливым человеком, в данном случае с этой злой служанкой, ее сердце отравилось. И здесь дальше Шелепраупада, он объясняет этот момент, он говорит о важности именно правильного общения. Сейчас очень модно это слово, сатсанга, сатсанга. Давайте тоже разберемся, о чем идет речь. Не любое собрание вайшнавов является сатсангой. Не любое собрание преданных, оно является сатсангой. Господь Капила 3.25-25, известный стих. Сатам Прасанга Мамавирья Сам Видоба, Вантихрит Карна Расайна Кадхах. Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услождают слух и радуют сердце. И Пропада пишет в комментариях, общаясь с преданными, мы общаемся с самим Господом. Да, санга должна. Вступая в такое общение, человек развивается и желание служить Господу. Это, кстати, результат правильной сатсанги. Если есть сатсанга, что появляется? Желание служить Господу, нежелание промыть кому-то косточки, желание кому-то навредить или желание сделать что-то кому-то дурное. Нет. Здесь описывается четко. Если действительно это сатсанга, о чем мы говорим, то Шио Пропада говорит, пробуждается желание служить Господу. А тот, кто достиг трансцендентного уровня служения Господа, в конце концов обретает совершенство. И Шио Пропада описывает сатам Прасанга. Сатсанга. Он говорит сатам чистые преданные. То есть в этом словосочетании сатсанга крайне важно не только санга, а элемент сад. То есть должны быть люди, носители духовной энергии саду, саду санга. То есть если нет элемента сад или нет желания... А что это такое элемент сад? Это желание доставить радость Верховному Господу, преданному Гуру. Если вот такой мотив есть, и преданные встречаются, и их единственное желание доставить и порадовать Верховную Личность Бога, Такое общение можно назвать сатсангой. Согласно Капива Дэву и Шрима Адбагаватам. Потому что сатсанга – это не просто собрание ядра, или просто какие-то люди собрались что-то порешать. Сейчас мы сядем, и вот в наших божественных сердцах проявится истина. Может проявиться гнев, зависть, вожделение. Другая какая-то истина, совсем не божественная. Поэтому очень важный момент, что Прабхупада комментирует этот стих 3.25.25 из Бхагаватам. Он говорит, что должны быть носители этой культуры. То есть должны быть люди, которые хотя бы никому не завидуют. Которые свободны от зависти, которые любят других. И готовы просто бескорыстно помогать, служить другим людям. Тогда по-настоящему сатсанга или духовная энергия, она может протекать. Да, вот этот момент, он очень, я хотел бы, мы, может, потом как-то отдельно эту тему выделим, поговорим о ней. Но это очень важный момент. Потому что сейчас происходит очень много подмены. Люди собрались друг с другом, полной ненависти, гнева и жадности, и говорят, это сатсанга у нас. Это никакая не сатсанга, это асатсанга. Поэтому, если мы собираемся с целью порадовать Кришну, Шипраупаду, Духовного Учителя, послужить Вашнам, Господу Читани, если у нас есть эти такие мотивы, хотя бы у кого-то из собравшихся, тогда может проявиться действительно Божественная Духовная Энергия. Итак, очень важно правильное общение. Да, и Мадхара, да, она посеяла вот эту панику в ум кайке, вот эту зависть. Она тоже стала беспокоиться, только она была счастлива, что Рама должен быть правителем. Она стала сильно беспокоиться, они стали вынашивать план. Она сказала, что же нам делать тогда, что же делать? И есть одна история, в романе написывается, что Кайкея, она однажды спасла Махараджа Дашарадхи, и тот сказал, любые твои желания в любой момент я выполню. Вот тебе мое царское слово. Слово царя, оно не нарушалось никогда. Если не то, что он хозяин слова, хочу, даю, хочу, забираю. Нет, если царь что-то пообещал, он был обязан это выполнить. Иначе он терял свою силу, могущество. И тогда у нее было два желания. Она пришла к Дашарадхе и сказала, что первое мое желание, что наследником должен быть Барата, мой сын, сын, который вышел из моего чрева. Но, говорит, у меня еще есть второе желание, что Рама должен быть изгнан в лес на 14 лет. В этот момент сердце Дашарадхи, оно дрогнуло от любви к своему сыну. Дашарадха ничего не ответила, но она убежала в такие покои. И во всех дворцах у женщин есть зал гнева, если вы слышали. Во Гриндаване есть ман-мандир, куда Радхаране убегает гневаться. В царских покоях должен обязательно такой зал гнева, куда жена могла скрыться, выпустить гнев. Не знаю, что там. Мурти мужа. Наверное, он дротики кидает, что-то там такое. Но она убежала, говорится, спряталась. Она заплакала. Она стала разбрасывать украшения, проявлять вот это настроение Каушаля. Надела старую одежду, описывается старую, некрасивую. И стала говорить, у меня нечего носить. Вот эти мантры все известные, последователи Каушаля. Какие? Две проблемы, говорит. Первая проблема. Какие там, я уже забыл. Нечего одеть. А вторая, некуда складывать одежду, да. Две проблемы были. И она стала проявлять вот эти настроения. И говорится, и в этот момент сердце Магараджи Дашарадхи, оно дрогнуло тоже. Оно было затронуто вот этой реакцией его жены. И она сказала, пообещай, что выполнишь мое желание. Пообещай, что выполнишь. И он сказал, конечно, конечно, проси. Но когда он только узнал, когда понимание пришло, то, что Раму, любимого сына Рама, благочестивого, которого любили все, у него не было врагов. Аджата Шатрова в Шантах. Враг еще его не родился, описывается. Он потерял сознание. Но в конце концов, когда он пришел в себя, он сказал, хорошо, ну пусть Барата будет наследником. Но зачем же тебе не угодил Рама? Зачем же его отправлять в изгнание, в ссылку? И говорится, что Дашарадха, он в таком сознании, он всю ночь пролежал на ледяном полу. Такую вот любовь он испытывал к своему сыну Раме. И на утро кайке она приказала позвать Раму. Рамачандру позвали. И она сказала ему обещание царя. Она ему сама все сказала, все объяснила. И Рама, говорится, он был очень спокоен. Он невозмутим. Он улыбался. И лицо его сияло, говорится прекрасно. И лицо Рамачандры сияло. Он был в полном невозмутимом состоянии. Он сказал, что если мой отец и ты, дорогая, кайке, так решили, я буду счастлив исполнить ваши желания. Он не стал бороться, кричать. Нет, почему я должен идти? Пусть идет Лакшман или еще кто-то. Почему я должен убирать алтарную? Или почему я должен раздавать прасад? Не было. Вот эта роль идеального ученика, идеального сына. Если ты, отец, так желаешь, если ты, дорогая мать, пожелала этого, я с радостью и просто с кривым лицом. Ну ладно, так и быть. Знаете, иногда кого-нибудь попросишь, что-то человек на губы, ты даже, Боже мой, лучше бы не просил. Нет, он с огромной радостью. Рамачандра с превеликим счастьем сказал, я это сделаю. И говорится, что когда Каушали, его мать узнала об этом, тогда уже она потеряла сознание, упала без чувств. Она говорит, я пойду с тобой, мой сын, я пойду с тобой. Но в итоге мы знаем, что роль жены, быть лучшей половины, быть с мужем. И тогда Сита сказала, нет, долг жены быть с мужем. И она их отпустила, дети с миром. И 14 лет, 14 лет они были в изгнании. Это отдельная история. И Сита, она говорила, я пойду спереди, пойду впереди, чтобы вытапливать сухую траву и мох. Мы знаем, вот Сита, она шла спереди. Но правда мы знаем, что так же пошел и Вакшман. Чем был занят Вакшман в этой истории? А? Разрубливого джунглята. У него было посередине занятие. Он нес украшения и всякую косметику Ситы. Багаж. Багаж, да. Сита, она не просто пошла, она же царица, представьте, да. Она отправилась в лес. Вот. В простой одежде, ну, захватив с собой небольшой багажик. Вкратце, вот такая медитация на эту ливу, что, почему я рассказал этот момент, это очень крайне важно, да, что вот как вот эта злоба, ненависть или критика, она проникает в сердца людей. Просто общаясь с теми людьми, которые тоже недовольны, все время с претензиями. В современном мире люди из-за того, что нету счастья духовного, они постоянно какие-то претензии. С утра просыпается человек, уже претензии кому-то предъявляет. Гидрометцентру претензии, там еще кому угодно. Вот так это вот недовольство, оно поражает сердце человека. И общаясь вот с таким человеком, мы можем видеть, что мы тоже можем зародиться. Поэтому нам очень крайне, особенно интернет сейчас, интернет безнаказанная площадка, там нет никакого этикета, правильно? Каждый пишет, что хочет. И остается полностью безнаказанным, на самом деле. Может критиковать, подозревать, быть недовольным, что угодно. Вот она, кшетра. Да, говорится, когда Махарач, выделены были определенные места Кали, вот, похоже, интернет тоже был предоставлен ему для его поля деятельности. Поэтому крайне важное уважение, вот это чувство уважения другим, да, ценить то, что они делают. Это очень важно. Такой вот небольшой урок из этой лилы. Может, позже я расскажу еще чуть, если будет время о госпочитании, как он, как Рама проявил еще какие-то лилы в Новодвипе. Вот мы хотим послушать Аддите Духву Прабу, его реализацию, его понимание. Се бравбадаки! Чтоб всех вас увидите, у меня девушки. Рей Кышн. Спасибо Ачетатми за такой важный и поучительный рассказ о важных уроках Рамаяны, потому что мы не должны слушать алила Господа и не делать никаких выводов. Лилы Кышны, они очень глубоки и очень философские. И нужно их слушать, понимая глубину и значение их. Господь Рамачандра его называют Марьяда Пурушоттема, он на лицетворение порядка и дисциплина. И в Шимаат Бхагаватам лилы Господа Рамачандры описаны в девятой песне. Это не просто так. Точно так же на галоке Вриндавана планета Айодхиа Господа Рамачандры находится прямо под галокой Вриндавана. И невозможно попасть на галоку Вриндавана, если вы не достигли совершенства в дисциплине и порядке. То есть, Господь Рамачандра лицетворение вид и правил и предписание вед. И сначала нужно пройти этот путь, прежде чем достичь раги, привязанности к Кришне. Сначала человек должен стать совершенным и нравственным человеком, как Господь Рамачандра. Ну, не в точности, мы не можем подражать Богу, но идти по Его стопам мы должны. И поэтому в Шримад Бхагава там девятая песня, она описывает лилы Господа Рамачандры, только после этого описывается Рага Марк, то есть лилы Кришны, потому что лилы Кришны, они вне правилы предписаний. Они выше правилы предписаний. Потому что там есть любовь. И знать... Это интересно. Серьезно? Нужно понять, что лилы Кришны, они вне этого всего. Почему? Потому что там присутствует према, присутствует любовь. И подобно тому, как вы в семье имеете отношения с близкими, с детьми своими, с женой, и с мужем. И если вы придете с правилами, так сказать, внешнего мира или с правилами дисциплины, скажите, так, с сегодняшнего дня вы должны меня слушаться. Будете вставать рано утром, будете совершать поклонение в это время, а потом будете делать то, а потом будете мне служить, потом будешь готовить, потом будешь это делать. Вас никто не поймет, правильно? Это будет очень странно выглядеть. И точно так же во Вриндаване нет таких правил, потому что все правила, они подчиняются любви. Но для того, чтобы прийти к этой раге, необходимо пройти настроение Господа Рамы. Второй момент, который Шила Праупада озвучивает в играх Господа Рамы, это урок, который он дает нам отсутствие счастья в этом мире, даже если у вас есть идеальная пара. Даже если ваша жена подобна Сити, или же ваш муж подобен Господу Раме, и у вас идеальное сочетание и у вас все есть. Счет в банке есть, дом есть, дети, прекрасные, послушные дети. Это совсем не говорит о том, что вы будете счастливы. Лилы Господа Рамы говорят именно об этом, потому что у него была самая идеальная супруга. самая идеальная ситуация для счастья. Правильно? Вы император. Да и мало того, что вы император, вы самый могущественный император. Вы можете себе подчинить весь мир и заставить всех быть такими же благочестивыми, как и вы. ничего подобного. Так не бывает в этом мире. Поэтому второй урок, очень важный в лилах Господа Рамачандры, это то, что в этом мире нет счастья, даже в самых идеальных условиях. вот. И Господь Вишну, который явился в этой особой форме Господа Рамачандры, он явился тоже, понимаете, веды, они описывают Лилой Кришной, и они всегда очень логичны. То есть, ну, нам сложно понять, вот, ну, в честь чего у Господа Рамы похитили супругу. Вообще, ну, какая-то ситуация совершенно непонятная. вообще вся Рамайна, вот, если взять ее, ну, как произведение, да, обычное произведение, то это, она очень и очень похожа на трагедию, правда? Это драма, это чистая трагедия, чистая драма, там несчастье на каждом шагу, проблемы на каждом шагу. И однажды в Ашраме Васиштхи, в котором находился также и Дурва Самуни, они были великими мудрецами, несмотря на то, что до этого они враждовали друг с другом, но затем вражда их кончилась. Господь Рамачандра, он все конфликты убирает. И Дурва Самуни, он великий мудрец, он приобрел удивительную силу брамана. И Дашарадха, он знал об этом. Поэтому он обратился к нему с вопросом. Он беспокоился. Что его беспокоило? Его беспокоило проклятие брамана, из-за которого он должен был оставить этот мир в разлуке со своим сыном. И его мысли были такие, он думал, если этот браман меня проклял, то это означает, что рама должен умереть. Так же, как его сын этого брамана умер, его проклятие было равноценным. И он думал, что меня проклял этот браман, и его больше беспокоило не то, что он умрет из-за этого проклятия, а то, что он умрет в разлуке с рамой, который, а почему, что может их разлучить? Что каким-то образом Господь рама оставит этот мир? И это больше всего внутренне его беспокоило, поэтому он спрашивает Турвасу Муни, что мне делать, в чем причина, как мне это преодолеть, вот этот страх свой. И Дурвас Муни рассказал ему историю. Он сказал, ты думаешь, рама обычный человек? Он воплощение в Вишну. Он верховная личность Бога. И он приходит для того, чтобы свои лилы проявить. И когда Господь в Вишну решил явиться, то произошла эта игра. Потому что в этом мире всегда есть проблемы определенные. И полубоги, они все время соперничают и воюют с демонами. И в очередной раз полубоги они разгромили демонов. Они просто стали их истреблять. И дети, она их мать, знаете, какой бы сын ни был, или какие бы дети ни были, мать все равно любит своих детей. Даже если это последний подонок. И дети, она, ну, ее это забеспокоило. Она, конечно, хотела, чтобы демоны, ее дети спокойно жили там, нападали и никогда не воевали с полубогами, но конфликт остановить невозможно. и она забеспокоилась. Она отправилась к Бригу. А Бригу Муни был великим мудрецом и подвижником. И стала просить его о помощи. Что мне делать? И жена Бригу, которую звали Пулома, она была тоже великим подвижником. она услышала ее плач и преисполнилось сострадание к ней. Она сказала, не беспокойся, я тебе помогу. И Пулома стала совершать угротапас для того, чтобы помочь детей. И Пулома совершала аскезы такой угротапас, что полубоги забеспокоились, они пришли к Господу вишню, сказали, что такое, что происходит, мы тут для чего ты нас поставил, для того, чтобы мы за порядком смотрели. А эта женщина, она пытается разрушить этот порядок. Мы все время их гоним, этих демонов, чтобы они не разрушали все, потому что демон кто такой? Кто не любит порядок. Кто разрушает порядок. демоны, ну, они, и мы их прогнали наконец-то, наконец-то мы их победили, а тут она им силу дает своей эскизой. Господь вишну все понял, что вы хотите? Хотите, чтобы я ее убил? Они сказали, ну, сделай что-нибудь. Тогда Господь вишну взял, сударшину выпустил, и Пулома получила освобождение. Понимаете, ну, для чего нужно аскезы совершать? Аскезы предназначены для высшей цели, а не для того, чтобы помогать демонам. Что еще может быть лучше? Плод аскез получить освобождение. Она получила освобождение, Господь вишну освободил ее от беспокойств. но брыгу ее муж не был доволен. Несмотря на то, что он был браман, он поклонялся вишну, сказал, ты, Господь, как ты можешь так поступать? Я проклинаю тебя. Ты родишься на земле обычным человеком. И как я сейчас страдаю в разлуке со своей женой, ты будешь страдать в разлуке со своей. Так брыгу муни он проклял Господа вечную, Господь вечную, то-то асту, будь по-твоему. Потому что он прекрасно понимал. Но опять же, лилы Господа всегда имеют внешнюю причину и внутреннюю причину. В чем причина внешняя его разлуки со своей вечной супругой, это проклятие мудреца брыгу. А внутренняя причина, она совсем другая, потому что Господь хочет наслаждаться не чем-то более некачественным. Потому что все время находиться рядом со своей женой, понимаете, это, ну, помните, да, с легким паром туда-сюда, 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 он же не знал, куда себя девать. Ну, когда трутся все время друг от друга, это же, ну, как бы, проблемы возникают, поэтому женщины, они должны знать, что разлука, она питает любовь. Если есть разлука, то это только лучше, для отношений только лучше. И Господь, Он хотел наслаждаться випраламба према бхакти, не просто сам Бога, постоянная встреча, это неинтересно, потому что в этом случае экстатические чувства и переживания, они просто миллионы раз превышают Господь Рама, когда он страдал в разлуке со своей супругой, его такие эмоции переживал внутренней. Несмотря на то, что они были в тысячах километров друг от друга, но они все время чувствовали друг друга. В сердце своем они все время были рядом. если это история, помните, когда Господь Рама вместе с Ситой путешествовали, в изгнании были, они пришли в Навадви подгаму. И Господь Рамачандра сказал Лакшману, вот видишь Баньян, давай мы тут устроимся. Он все тут устроил, и они сели. Долгое время Господь Рамачандра наслаждался атмосферой Навадви подгамой. Это было в Симан-Тадвипе, в этом месте. А, в год? Мода-Друмадвипе. Вот это место, да? Мода-Друмадвипе. Ага. И в этом месте Господь Рама, он смотрел на Навадвипу и улыбался. На его лице была такая удивительная улыбка, полное блаженства. Сита, она говорит, мой Господин, я никогда вас таким счастливым не видел. Не видела. О чем вы думаете? И тогда Рамачандра стал рассказывать о своем воплощении, о Господе Гауранге. Он сказал, я в Кали-югу явлюсь здесь, в этом месте, и проявлю свои удивительные игры, буду освобожать. Он стал рассказывать суть воплощения Господа Чайтани. И в сердце Сит, и она преисполнилась блаженства. Но потом он стал говорить об отречении, когда мне исполнится 24 года, я оставлю тебя и приму Саньясу. Сита забеспокоилась, она стала плакать. Она говорит, за что? Что я такого сделала? Я служу тебе верой и правдой, а ты меня бросишь? За что? Почему? В чем причина? В чем причина такой жестокости? А Рамачандра стал ей объяснять нет, нет. И он стал ей рассказывать о славе Випраламба, разлуке. То есть он стал ей рассказывать о том, что это чувство разлуки в тысячи раз превосходит, чем сам Богу. и для того, чтобы насладиться этой разлукой, я устрою так, что мы с тобой расстанемся. И в этом воплощении я буду поклоняться твоему Мурти, золотому избоянию. Но в том воплощении ты будешь в разлуке поклоняться моему изображению, которое сделаешь из Нимба, да, не будешь поклоняться всю жизнь. То есть он стал мне объяснять внутреннюю причину. Вот поэтому нужно правильно понимать игры Господа. Игры Господа это бесконечное блаженство. И это не трагедия. Хотя она Ромаина все описывает вроде трагедию. На самом деле это просто блаженство Господа в разлуке со своей вечной супругой. И Сито Деви тоже явилось не просто во всем, есть определенная причина. Когда пришло время явления Лакшми Деви на земле и проявить эти игры с Господом Ромачандра это на Вайкунхе в духовном мире произошла эта игра, когда трое супругов, супруги Господа, Ганга, Лакшми и Сарасвати, они сидели вместе с Господом Вишном. И Господь Вишну он шутил, давал им такое общение. И они вместе там шутили друг с другом, общались. И Лакшми, она как-то общалась особенно. Ну у нее према, любовь проявилась такая удивительная. И Сарасвати она это заметила. И она говорит, ты что это флиртуешь при нас? Что это так себе ведешь неприлично? Мы же здесь тут втроем. А ты тут заигрываешь с ним. Он нам тоже муж? Лакшми застеснялась. Она говорит, я вообще-то ничего не хотела и не подразумевала. Не хотела выделяться среди вас. А Сарасвати не понравился, вернее, Ганге не понравился тон Сарасвати. Говорит, вечно ты придираешься ко всем. что тебе не нравится? Ничего такого я не заметила. А ты тут и между женами у них конфликт начался. Одни одно, говорят друг, вот они спорить начали. Сарасвати она не выдержала в гнев пришла проклинаю вас. Ты родишься обычной женщиной три раза. Лакшми, что такое, что это с ней? А Ганга, она говорит, ах так, я тоже тебя прокинаю, Сарасвати, ты родишься рекой. А Сарасвати говорит, и ты тоже рекой родишься. И так они друг друга прокляли, ну вот, одни стали Гангой и Сарасвати, а Лакшми, она должна была трижды получить рождение на земле. Одно из рождений это Сита Деви, а до этого она явилась как Веда Вати. Веда Вати, она была дочерью Кушадваджа, были двое царей Дхармадваджа и Кушадваджа. И эти цари, они родились вроде Ракху. Кушадваджа? Кушадваджа, да, Кушадваджа, от слова Куш, да, Куша, трава Куша святая. И Дхармадваджа. Эти цари родились в благородной династии Ракху. Но в этой династии был их дед или прадед был Шиваитом. Он был таким ярым Шиваитом, что оскорблял всех преданных Вишну и Вишну. Но он говорит, а, этот Вишну, кто он такой, Шива, самый могущественный, самый лучший и так далее. И бог солнца, он как бы терпел это все, в конце концов, не вытерпел, что это он оскорбляет Господа Вишну. И он проклял этого преданного Шивы, сказал, из-за того, что ты не почтителен Господу Вишну, ты и весь твой род всегда будете нищими, несмотря на то, что будете царями. И царь, он стал думать, как? Я преданный Шивы, все преданные Шивы богатые, и вдруг я буду нищим. И с тех пор вся их династия она стала нищенствовать. И его предки тоже. И Дарма-Дваджа, и Куша-Дваджа, они были в этой династии. И для того, чтобы исправить, там, на самом деле, такая история произошла, что этот царь, он был великим преданным Шивы, и он стал поклоняться Шиве, и говорит, мой Господь, несправедливо, что это такое? За что? Я твой преданный, и вдруг я буду нищим? И Господь Шива, он взял свой тресупец и погнался за Вивасваном. Вивасван, он видел, что Господь Шива в гневе, и он испугался. Он побежал к своему отцу, Кардам и Муни, и стал просить его, помоги мне, помоги. Он говорит, я не могу тебе помочь, только Вишну тебе спасет. И он стал бежать к Вишну, а Господь Шива за ним с этим тресупцем. Они прибежали на Шведа Двипу, и Вивасван, он подбежал к Господу Вишну и стал молить, пожалуйста, защити меня, Господа Шивы. Господь Шива бежит с этим тресупцем. Негодяй, ты проклян моего преданного? Господь Вишну говорит, остановитесь, чего вы ссоритесь-то, в чем дело? А Вивасван объясняет, на самом деле, я тут ни при чем, это его преданный негодяй, он тебя оскорблял, за то, что он тебя оскорблял, я его проклял. А Господь Шива говорит, не нужно преувеличивать, он хороший человек, он царь, как может быть царь быть нищим? несправедливо ты его проклял. И они опять стали друг с другом ссориться, а Господь Вишну говорит, а что вы спорите друг с другом, за это время, пока вы тут друг за другом гоняетесь, этот ваш преданный давно тело оставил, его сыновья тоже оставили, его внуки тоже, сейчас только двое из них живы, это Кушадваджа и Дармадваджа, они сейчас поклоняются Лакшмидеве, все будет нормально. И в это время Дармадваджа и Кушадваджа, они поклоняются Лакшмидеве, для того, чтобы проклятие это ушло, потому что кто может исправить Лакшми? Она же супруга Господа. И они совершали суровые эскезы, и Лакшми сама явилась перед ними. И они стали ей объяснять и говорить, ну, был он неправ, но хорошо. А мы тут при чем? Все остальные, весь род, за что их прокляли, мы же все вишну поклоняемся. Вот он был один такой, в семье не без уродов, ну, что сделаешь? Бывает такое, но в семье преданного вишну рождается там какой-то пренанной шибы. Ну, так или иначе, Лакшми, она сказала, я довольна вашими эскезами, и это проклятие аннулируется, не беспокойтесь. Но мало этого, я приму рождение у вас, как ваша дочь. И поэтому Куша-дваджа, он преисполнился блаженством, надо же, такое благословление свалилось. Сама Лакшми станет моей дочерью, и он вдохновился на эскезы, он сказал, знаешь, брат мой, иди, будешь царем, а я остаюсь в Гималаях. И Куша-дваджа остался в Гималаях, он стал совершать эскезы вместе со своей супругой, ему не нравилось вообще быть царем. Ну, более браманищный был человек. И они изучали веды, повторяли ведические гимны, все время вели браманический образ жизни. И однажды он со своей женой повторяли ведические гимны, и из этого звука вед появилась маленькая девочка. И они увидели эту прекрасную девушку, они поняли, что это Лакшми, Лакшми, которая явилась из звука вед, поэтому ее стали звать Веда-Вати. И Веда-Вати, она росла у них, они воспитывали ее как свою любимую дочь, и когда ей исполнилось уже брачный возраст, то он ей сказал, ты знаешь, твоим мужем должен быть Господь Вишну, поэтому ты должна идти совершать аскезы, чтобы Господь Вишну стал твоим мужем. И она послушно пошла в Гималайи и стала совершать аскезы в Гималаях. Ну, помните эту историю, когда Равана, он там со всеми сражался, победил, и когда он возвращался, победив Куверу, который был на Кайласе, то он возвращался и увидел сияние, в Гималайских горах, какое-то удивительное сияние, его это привлекло, он приблизился, смотрит, какая-то девушка небесной красоты, совершает аскезы в какой-то тигровой шкуре с путанными волосами, от нее исходит такое сияние, такая красота, он просто привлекся ее красотой. Он говорит, о, прекрасная Деви, зачем тебе совершать аскезы в этих местах, такой, как ты, нужно жить во дворце. Я правитель ланки, у меня золотой дворец, золотая ланка, я самый могущественный, стань моей женой, и тогда твои аскезы закончатся. ведоватей, сказал ему, ты глупый демон, не хочу я быть твоим мужем, я совершаю аскезы, чтобы стать твоей женой, я совершаю аскезы для того, чтобы стать женой вишну, это цель моих аскез, поэтому убирайся отсюда. но равана, вишну, зачем тебе он нужен? Он трус, он скрывается от меня, я его вызвал на сражение, а он спрятался, он скрывается в сердце каждого, я знаю, он там спрятался, чтобы я не смог его найти, поэтому зачем, рано или поздно я его встречу и убью, и ты останешься вдовой, зачем тебе этот господь вишну, выходи за меня, последний раз прошу. И веда в ад, и она вспылила, говорит, убирайся, негодяй, как ты смеешь так со мной разговаривать? Я говорю, равана разгневался, схватил ее за волосы, и как только он притронулся к ее волосам, она долгое время аскезы совершала, они вспыхнули, у нее в руке остался этот прах, и он в гневе, а гнев в ее глазах был, и она прокляла его в этот момент, она говорит, ты осквернил меня, прикоснувшись к моим волосам, поэтому я проклинаю тебя, из-за того, что ты такой похотливый негодяй, ты умрешь очень скоро, и я стану причиной твоей смерти в следующем рождении, и сейчас я должна уйти, и она села в позу лотоса и сожгла свое тело, когда Равана увидел это, он подумал, как жаль, такая прекрасная девушка, он собрал этот прах, ее в узелочек завязал, и привез к себе наланку, сделал золотой ларец, туда поместил этот прах, и время от времени приходил в этот зал, смотрел на этот ларец, вспоминал ее гневное лицо, потому что в гневе она была еще прекраснее, это демонизм, демоны, они у них красота, она в другом, если в гневе, то ааа, ааа, глядил, демоны, они ужасные, поэтому он вспоминал ее гневное лицо и думал, ааа, как жаль, и уходил снова, но через некоторое время на ланке стали ужасные предзнаменования, дожди из крови, гноя, вытам, шакалы, что такое, все забеспокоились, равана, сделай что-нибудь, нас беды ждут, и Господь, и тогда народа он явился, народа явился и сказал, равана, ты тут один ларец держишь в секрете от всех, в этом причина всех твоих проблем, он говорит, да, да, в этом ларце твое проклятие, поэтому пока не поздно выкини его в океан, равана, нехотя взял этот ларец, ну, все-таки демон ради своего блага даже самым любимым можно пожертвовать, и он выкинул этот ларец в океан, этот ларец поплыл на материк, и с той стороны материка были воры, которые делили свою добычу, они там поровну, справедливо, тебе, тебе, моралисты, они делили это добро, и вдруг один увидел, говорит, смотрите, смотрите, золотой ларец, они тут же вытащили этот ларец, сказали, вот это удача, наверное, что-то такое случилось, кораблекрушение, что ли, и вообще, и они стали открывать этот ларец, но он не открывался, сколько усилий не прикладывали, невозможно было его открыть, они подумали, он заколдованный, нужно какие-то мантры, в следующий раз мы позовем какого-то опытного тантрика, кого-то, чтобы он расколдовал нам его, и они закопали этот ларец в землю, посмотрели, где они закопали, и пошли на срочное дело, когда они пошли на срочное дело очередное, там всех их поймали и убили, боли и судьбы, все они погибли, ларец остался в земле, и через некоторое время Махараджа Джанака, который правил в этом месте, он совершал ягью, он пахал землю, и когда он пахал землю, суть этой ягьи заключалась в том, что вы пашите землю, если ваш плуг застрял, вы раздаете богатство браманам, коров, там потом снова пашите, он снова застревает, и в одном месте этот плуг застрял так, что вытащить его было невозможно, они вытаскивали, не выходит, тогда они стали подкапывать, и когда стали копать, то Джанака увидел ларец, он стал раскапывать, что это, они подняли этот ларец, и как только Джанака притронулся к этой крышке, она сама открылась, когда она открылась, то внутри он увидел прекрасный золотой лотос, на котором была удивительной красоты девушка, и он понял, что это дар, потому что он совершал эту ягию для того, чтобы получить ребенка, получить дочь, и тут боги дали ему это, и он взял ее с любовью, его супруга, она прижала ее к своей груди, у нее молоко потекло, они стали воспитывать ее как собственную дочь, они очень привязались к ней и назвали ее Сита, Дэви, потому что она родилась под землей из борозды, да, ну и дальше мы, я не буду останавливаться на тех моментах, которые вам знакомы, так или иначе Ромайна известна большинству из вас, вот Сита, Дэви, она росла, вы знаете эту историю, когда в детстве она подняла этот лук Шивы, у Махараджи Джанаки хранился лук Шивы, всего два было самых могущественных лука, лук Господа Шивы и лук Вишну, лук Вишну хранился у Парашурамы, а он получил этот лук в дар от полубогов, а Джанака Махарадж получил по наследству этот лук Господа Шивы, потому что его то ли прадед, то ли прапрадед был таким могущественным воином, что его полубоги все время звали сражаться с демонами, и он был другом Индры, он все время помогал полубогам побеждать демонов, и там, где полубоги не могли ничего сделать, то этот великий воин, он всех побеждал, и за его доблесть они подарили ему этот лук, потому что никто другой этим луком управлять не мог, только он мог, и они ему сказали, возьми его, все равно, так сказать, только ты можешь управлять, и этот великий воин, он взял этот лук себе, Митхилу, и так этот лук, он перешел по наследству к Махараджа Джанаке, и когда он увидел, что Сита Дэви, маленькая девочка, подняла этот лук, хотя 300 человек должны были его на колеснице специальной на колесах вести, иначе его с места сдвинуть невозможно было, но Джанака понял, что-то не так, это необычный ребенок, и тогда Дурвасамуни, он сказал ему, не думай, что это обычная девочка, это Лакшми, и она может выйти замуж только за вишню, это было миссией Дурвасамуни, Дурвасамуни, он должен быть стать, так сказать, браманом, как их называют, свод, который, ну, устраивает сваты, он должен был стать сватом, так сказать, вот, Господа Вишну и Лакшми Деви, и он ждал этого момента, потому что это, ну, особое благословление и особое служение, вот, таким образом, этот лук Шивы и лук Вишну, у них есть своя история особенная, потому что их создал Бригаспати, это было такое оружие, которое могли управлять только Вишну и только Шива, и однажды Индра и Нарада, они поспорили друг с другом, Индра, он прославлял Шиву, говорил удивительные подвиги Господа Шивы, он сказал, он победил этих демонов, которые, там, трое, да, демонов, у которых были просто непобедимые, он сделал то, сделал это, это, самый могущественный во вселенной. Нарада сказал ему, кто самый могущественный, Шива? Ты что такое несешь? Господь Вишну самый могущественный? Да нет, Шива самый могущественный, они стали спорить друг с другом, кто самый могущественный. И Нарада сказал, что Шив 12. Господь Шива распространяет себя на 12 рудр. А Господь Вишну, Он один. Абсолютная истина. Никто Его не победит. Он самый могущественный. Так они поспорили и сказали, ну что, давай устроим состязание. Нарада говорит, ну давай. Они поспорили друг с другом. Должны были ставки, наверное, поставить. И так они договорились, ты, Нарада, преданный Вишну, иди с ним договорись, а я пойду с Шивой договариваться. И тут Индра приходит на Кайласу. Нанди его останавливает. Говорит, что тебе надо? Он говорит, мне нужен Даршан. Шиву хочу увидеть. Говорит, знаешь, от тебя неприятности. Уходи отсюда. Говорит, как это уходи? Кто такой? Ты здесь на дверях стоишь вообще, слуга. Пойди, доложи, что пришел Индра. Говорит, ничего не пойду. От тебя все время какие-то придумываешь неприятности для всех. Уходи ради Бога. Опять что-то наверняка придумал такое неладное. Он говорит, нет, нет, нет. Это не твое дело. Иди, доложи. Господь Шива сказал Нанди, пусть идет. Шива смотрел на него, говорит, что тебе надо? Вроде я не слышал, чтобы демоны напали на райское царство. Все нормально. Что ты хочешь? А Шива сидит со своей рудракшей и медитирует. Он говорит, знаешь, я хочу, чтобы ты сразился с Вишну. Я знаю, что ты сильнее него. Шива посмотрел на него, говорит, да. А скажи мне, чем я занимаюсь вот сейчас? Медитируешь? А на кого я медитирую? Не знаю. Я на Вишну медитирую. И его имена повторяю. Ты знаешь? Говорит, ну, ну и что? Ну, если я более могущественный, чем он, все, я ему поклоняюсь-то. Да, это ты просто смиренный, я знаю. Ты просто смиренный человек, скромный, понятно. Кому-то же надо поклоняться. Вот и Вишну. Но ты все равно более могущественный. Я знаю. Он стал его уговаривать. Он говорит, ну, хорошо, ладно, если Господь Вишну согласен, чтобы я с ним сразился, то я согласен. Господь Вишну, Господу Вишну, пришел Нарада, и Нарада подошел. В это время Лакшми массирует стопы Господа. И Нарада говорит, мой Господь, у меня просьба. Какая Нарада, ты мой предан, я любое твое желание исполню. Говорит, сразись с Господом Шивой. С Шивой? Он мой предан, и зачем мне с ним сражаться? А Лакшми Деви в это время, она, у нее такая идея, игривая появилась. Она говорит, мой Господин, вот это будет зрелище. И Господь Вишну понял настроение своей супруги, говорит, ладно, хорошо, нет проблем. Скажи, при Господе, пусть сделает два лука. И при Господе сделал два лука, один для Шивы, другой для Вишну, началось сражение. Представляете себе, самые великие, могущественные личности во Вселенной. собрались, тут вся вселенная собралась, все мудрецы, все полубоги, огромная арена, все спуа, Шива, Шива, Вишну, Вишну. Такое зрелище удивительное. И началось сражение, Господь Вишну, он так, играючи с ним, сражался. Но вначале, прежде чем они начали сражаться, Шива пришел к нему и попросил у него благословления. Он стал поклоняться Вишну. А Индра говорит, Нараде, Нарада, а что делает Шива? Как что, поклоняется. А зачем? Сражаться же надо. Говорит, ты ничего не понимаешь, он же преданный Вишну. Он не может с ним сражаться, если благословление не возьмет. А, и Господь Вишну благословил его, и тогда сражение началось. Они сражались очень долго, Господь Вишну специально не сражался в пол, но сражался в пол силы. Нарада видел это, говорит, мой Господь, пожалуйста, ну что ты играешься? Прояви свое могущество. И Господь Вишну просто так стал стрелять, стрелы, они просто летели с такой мощью, что Шива, он бросил лук и убежал. Он стал бежать и говорит, я тебе говорил, никакого хорошего в этом, в этой затее нет, ничего хорошего. И он признал свое поражение. И с тех пор вот эти два лука, они хранились у полубогов. И один лук он достался парашурами, а другой он хранился в Медхиле. И мы знаем дальше историю, как Господь Рамачандра, он пришел и сломал этот лук Господа Шивы. Он не просто так сломал. Это тоже, ну, потому что это тоже игра, которая показывает, что Вишну всегда более могущественный, чем Шива. Это лук Шивы, и он просто его сломал, как щепку, как соломину. Но при этом был такой треск, что все цари, которые там были, все попадали, испугались, землетрясение началось. И в это время пару шурамов он пришел туда, знаете, этот в гневе, кто посмел сломать этот божественный лук. А он не узнал его. потому что Нара, да, он пришел к нему и говорит, ты знаешь, лук Шивы там сломали. Что? А кто сломал? Да, сын Дашарадхи. Рама. Он просто сломал его. Параширама, опять эти кшатрии возгордились. И он подумал, что нужно снова их наказать. И он пришел в этом настроении. Где здесь сын Дашарадхи? Кто сломал лук Шивы? Лакшманон. Вступился, говорит, а что ты тут шум поднял из-за какого-то старого прогнившего лука? Ну, сломался, понякорозия, мошкара, или как ее там называют, термитник, да, съели его. Ничего страшного. Ну и что, лук сломали? А Лакшманон был такой вспыльчивый. Параширама еще больше вспылил. Рама успокоил его, говорит, не лезь. Успокойся, иди. Успокоил Лакшмана. Тогда он стал возносить молитвы. Он стал прославлять подвиги Параширамы. И Параширама все равно был в гневе, говорит, не льсти мне. Я убью тебя все равно. И он поднял свою секиру. И он стал прославлять его секиру. И говорит, у тебя божественная секира, это оружие Господа Вишну. Своим характером идеальным он усмирил гнев Параширамы. Параширама не мог. Ну, как сражаться с ним? Он предается мне. Говорит, не нужно так себя вести. Возьми оружие, если ты мужчина, и сражайся со мной. Он говорит, я не буду с тобой сражаться. Ты воплощение Господа. И тогда Параширама, он стал сомневаться, что-то не то. Как-то он себя ведет уж больно вообще. Ну, не как человек. Не может быть человек таким, быть спокойным, в такой сатве находиться. Говорит, ну, если ты такой могущественный, тогда сможешь ли ты поднять лук вишну? Он говорит, может быть. Ладно. Тогда он стал призывать лук вишну, стал читать мантры, а лук не появляется. он читает мантру, а лук не появляется. Он открывает глаза, смотрит, рама уже стоит с этим луком. Он уже натянул тетиву и со стрелой стоит и говорит, куда мне выстрелить? Ты мне приказал, я натянул. Куда выстрелить? Тогда Параширама он предался, он понял, что его время пришло на покой, да, что сам Господь явился. Зачем? Ему уже все, как бы, порядок обеспечен. Игры рамайны невозможно рассказать за один день, два дня, они как бездонный океан. Поэтому слушать об этих играх это блаженство для сердца преданного. Мы должны слушать эти игры для чего? Для того, чтобы очистить сердце. Потому что игры Господа они не находятся в гунах материальной природы. Это чистая сатва. И чтобы наше сердце очистилось от вожделения, гнева, зависти, гордости, иллюзии от наших шести врагов нам нужно слушать об Игры Господа. И в то же самое время мы должны служить Вайшнавам. Эти две вещи очень важны. Потому что без милости Вайшнавов, без очень близких и позитивных отношений с преданными, наше служение Кришне будет неполноценным. Кришна не примет наше служение. Шила Праупада рассказывает говорит в случае рассказывает нам эту историю как если вы идете и видите богатого человека, который гуляет со своей собакой, прежде чем подойти к нему, вы должны собаку ублажить, сказать тю-тью-тью, какой хороший у вас песик, какой он замечательный. вы не можете сказать а ну брысь отсюда, не мешай мне разговаривать. В этом случае невозможно получить милость Господа. Поэтому саду санга, она общение саду и служение Вайшнавам должно быть вместе со служением Кришни. Только тогда наше баджана крия, служение Кришне, оно станет чистым, способным на принятие. Только тогда Господь примет, иначе какой смысл в таком служении? Правильно? То есть, если вы служите кому-то, а он не принимает, есть в этом смысл или нет? Нет. Вы приходите, дарите подарок, говорите, вот вам подарок. Не нужен мне твой подарок. Ты моих близких оскорбляешь, а я должен подарки от тебя принимать? Взяток не принимаю. Поэтому служение вайшнавам это срелый плод божественной любви. Если мы достигнем совершенства в этом служении преданным, то милость Кришны неизбежна. Веды говорят, что и тот, кто служит Господу Вишну, может достичь успеха и совершенства, а может нет. То есть, непонятно. Он может достичь совершенства, а может не достичь. Но тот, кто служит преданным Господа Вишну, совершенство для него неизбежно. У нас есть несколько вопросов. Пожалуйста, может кто-то хочет задать вопрос. Мы попытаемся как-то ответить. Пока вы думаете, вот пришел вопросик на бумажке такой интересный. В чем проявляется милость Господа Рамачандры? Вопрос. Я? Много видите всяких историй, всяких Пуран, Шива, там убегает, кто-то бежит, там Рама. Но мы должны четко понимать, шастры объясняют, не тяните о нам, что единственное живое существо, что это немного разных богов, что Господь один проявляется в разных настроениях, в разных ипостасях. И Кришна сам объявляет, об этом говорит Бхагава, дите, что в принципе две цели основных паритрана саду нам, винаше, чадуш, критам. Что Господь приходит, чтобы, как Дети Духа пропускал, особенно Господь Рама, Марьяда, Пурушоттам, и чтобы установить какие-то права предписания в этом мире. И Господь Рама был особенно известен тем, что Он установил брамани и поддерживал браманическую культуру. Кришна говорит сам, что и браманы, и коровы, это те, кому Он служит, те, кто дороги. И Господь Рама поддерживал браманическую культуру, браманические принципы добродетелей. Он следил за этим. Например, есть история, когда Шудра стал совершать аскезы, лишился жизни. То есть каждый должен заниматься своим делом. И Господь Рама был идеальным правителем. Но в конце концов есть история, что мудрецы Дандакарани совершали свои аскезы. И они привлеклись Рамачандрой как верховной личностью Бога. И они хотели проявить особые чувства к нему. И он сказал, у меня эко-патни врата в этом воплощении. Вы не можете стать моими близкими спутницами. Но в следующем воплощении, когда я явлюсь как Кришна, вы можете получить эту премию, эту бау. воплощение мудрецы Дандакарани стали гопи. И они вошли в самые сокровенные игры Господа. Потому что самые сокровенные игры Господа Бхагаватам это описывает. Когда мы смотрим на божества, на разные инкарнации аватар, мы всегда должны понимать, что это один и тот же Верховный Господь. в своей изначальной форме раса вайсак. Все проявляются вкусы это Кришна. Конечно же Кришна. И мы поклоняемся разным аватарам, Дрисимхи, Варахи, Рамачандру, Калки, аватары. Какие-то мы читаем. Но мы четко должны понимать, что это Кришна. За всеми. Знаете, как я рассказывал историю, была Лива, Дрисимха Лива, и такой Дрисимхаде всегда принадел Кричал, бегал, страшно. И всем интересно, кто же там. И когда сняли маску, там была Матаджи какая-то. Все удивились так вот. Поэтому разные силы, разные настроения Господа. Но в конце концов, что Господь Кришна расовой саху, дает тот Богаван, который проявляет все вкусы. И даже Мудрикси Данда Коране, они получили такое богословение, что появились даже. Хотя они поклонялись Раме, но им удалось принять участие в Играх Кришны как гопи. Поэтому Экопатне Врата, то есть он был идеальный, я как сказал, идеальный супруг, идеальный сын, идеальный правитель, то есть Мануши Лива, вот он проявил эту Брамадарму, браманическую культуру. Если мы медитируем на эти игры, Господи, в Айкунхи, на самом деле, что Дитя Духа праву правильно объяснил, что девятая песнь, мы не можем запрыгнуть в сокровенные Ливы Кришны без понимания его Айшвари или его величия, что Господь велик, а живое существо, оно незначительное по своей природе. Поэтому он проявился как четырюха, четыре брата, такова Лива. Поэтому какова Крипа, кто знает? Это Бхакти. Естественно, какова милость Господа, что он может наделить живое существо. Если мы следуем тому, чему говорил Дитя Духа Прабу, служим Вайшнау, мы служим Кришна Катху, то он может наделить в сердце, может проявиться стремление делать что-то приятное для преданных, для Кришны, и это милость. Вот и все. Вишаначи Кравай Акура подтверждает что на самом деле милость Господа когда виша или материальные желания они покидают сердце дживы. и все. Это заключается милость. не то, что там какие-то материальные блага. Есть разные пураны, они описывают разные материальные вещи. Будешь поклоняться здесь, такую мантру читать, то получишь. дай мне дома моря, цветной телевизор из жену джагадиша хари. Но на самом деле это все материальные вещи, они не имеют никакого отношения к настоящему благу души. Что настоящее благо, вот эта чистая любовь, как мы сегодня с чего начали, что эта бескорыстная деятельность, она доставляет это счастье, это радость. Это не так-то просто действовать бескорыстно. Мы можем все придумать, конечно, да, я самый бескорыстный из всех бескорыстных, но это не так просто, потому что можно попробовать, но счастье от этого не получать. Значит, есть какой-то корысть, какой-то мотив. И какова милость, которую мы можем получить, мы можем слушать, медитировать на эти ливы, удивительные господа рамы. И особенно, я думаю, что мы должны медитировать на Ханумана, на его преданность на одном колене. Любую секунду он готов выполнить. Он ловит просто мотив, момент, о чем думает Раму, о чем думает мой Господь. Он всегда готов. Такое настроение, что Брубада должен ученик с духовным учителем иметь. Вот это милость. Если мы подобно Хануману, не так, что мы думаем, кто такой Хануман, даже не Гопи. Иногда Матаджи рассуждают, я слышал. Давайте поговорим о Гопи. Там Кришна на Курукшетре, Хануман какой-то. Вот Гопи, Бавы, это да. Но на самом деле преданность Ханумана нам до нее как до луны вообще. Его преданность. Поэтому это лила, она отражает настроение Бхактии. И мы медитируем на Ханумана, на Лакшмана, на Ситу, на все эти лилы. Преданные меня просили рассказать. Обязательно упомянуть, как Лакшман отрезал нос Шурпанатли. Всем очень нравится это лилы. Но это все здорово. Есть даже город Носика, в этом мы знаем, недалеко от Бомбии, где это произошло. Но самое важное это перемены в сердце. Самый главный плод крипа, бога ванка крипа, или милость Кришны. То, что происходит перемена в сердце и враги, жадность, зависть, злость, невылетворение, они покидают сердце. Если вот это происходит внутри, значит, какая-то милость Верховного Господа и Духовного Чителя есть. Если это не происходит, значит, мы не так практикуем. Какие вопросы есть? Замечания, дополнения, протесты, пожертвования? Матэ жена. Скажите, пожалуйста, почему говорят Джая Нитянанда Рам? Причем тут Нитянанда и Рам? Нитянанда Рай, Нитянанда Рам, что Господь Бала Рама, первая экспансия Кришны это Бала Рама, да, вот Рам, Бала Рам, Рама, вот, и Нитянанда, мы знаем, это никто иной, как Бала Рама, он пришел в этот мир, да, Шачи Сута, сын Шачи Деви, да, сын, это Нитянанда, Джей, Шачи Сута, Ходосей, Бала Рам, Ходосей, Нитай, что Бала Рама или Рама, да, брат, он пришел как Нитянанда, это одна и та же личность, просто в разные эпохи Господь приходит с разной миссией, с разным немножко настроением, поэтому это совершенно закономерно, понятно, да, что Рама и Бала Рама есть, слышали, Бала Раме? В этом случае не означает, Рамачандра. Шапру Падагау Рама, да, это может Рамачандра, но и так же может быть Бала Рам. Харе Кришна, спасибо Вам большое за лекцию. У меня такой вопрос, как отличить Сахаджу от тех, кто реально имеет внутреннее право и реализацию для того, чтобы в возвышенных материях говорить, как это отличить? понять надо, что такое Сахаджи. Сахаджи переводится дешевка, что-то дешевое. Иногда мы какие-то глубокие, серьезные вещи можем очень дешево воспринимать. Бхакти Сиддан Дасарасвати говорил, что мудрецы, они боятся нос, посмотреть даже в эту сторону, куда глупцы суют свой нос. Мы можем дешево принимать игры сит и рамы, например, да, ха-ха-ха, хи-хи-хи, ху-ху-ху, там, что угодно. Это не дешевые вещи или игры Кришны, например, да. Если мы не обладаем хатхикарам Даси расы, Даси означает слуга, если мы не ощущаемся слугой Бога, мы не можем даже запрыгнуть туда чуть повыше. Мы будем искажать и такое, знаете, мирское понимание давать играм Бога. Поэтому говорится, что человеку, даже когда мы проповедуем, когда мы общаемся, например, с людьми, но нужно давать то знание, которое человек готов усвоить. Если мы даем слишком сокровенные какие-то знания, или сами имитируем, или думаем, что мы уже там все понимаем и сами в расе находимся, в баве. Я извиняюсь, конечно, на гапаштами в Ивриндаване, когда Матаджи не переодеваются в Субава. Ну, вот это как раз и есть Сахаджи. А есть такая преданность, как у Субава? Или просто одежды надели? Например. Знаете, да, гапаштами это лива, когда Радхаранина переодевается с Субавом. И мы начинаем подражать внешне. Ну, это здорово, какое-то памятование о ливе. Но это не дешевая вещь вообще понять, кто такой Субав. Это близкий спутник Кришны. И какая у него любовь к Кришне. Он сам Шак-Титатова, он экспансия Господа. И Сахаджи это означает, когда мы имитируем что-то дешевое, но при этом мы не можем победить вожделение, мы не можем просто тупо следовать четырем принципам. Простые вещи, да, не можем избежать полового влечения, например. Все время находимся на телесной концепции. Это желание, оно не оставило наше сердце. И мы при этом залазим в Радхаранина к Кришне ливу, например, и ковыряемся там, в ней что-то обсуждаем, как Радхаранина одевается. Публично особенно. Господь Штаня так никогда не делал публично. Он в близком кругу, где-то, чтобы проявить какую-то атмосферу. Вовриндава нету, может, уместно. Там все будет пропитано настроением, Шимати Радхарани. Но когда мы создаем такие вот клубы, обсуждаем глубокие и глубокие вещи или пытаемся имитировать, это сахаджи, это дешевая вещь, она не приведет к духовному прогрессу. Перемены в сердце не произойдут. Если человек просто будет имитировать святого, он от этого святым не станет. Если он будет одеваться, как святой вести себя, как святой... Знаете, во времена праупады были преданы, они трость себе покупали, такие вот ботиночки, как ушел праупады. Ходили так с таким важным видом, вот так высоко задрав голову, говорили, грекошна, грекошна. Но от этого они не очистили, их святость не пришла к ним. Понимаете? Это просто имитация. Можно внешне имитировать, но нужно не имитировать, нужно следовать наставлениям гуру, а не имитировать гуру. Имитировать это означает что? Желание быть им. Занять его место. Да, желание быть им, занять его место. И, как правило, сахаджи, вот это желание, тоже ночью наслаждаться, почему бы нет, в полноунии, на берегу реки, хотя бы на Неве, вот, с прекрасными девушками, вот, и думать, что это есть танец раса. Вот это сахаджи. Да, давайте вот. Чему матаджи могут научиться у ситы? Почему вы у нас, спрашиваете, садите дубхой? Сита, да и этого матаджа, спросите у старших, они к вам объяснят. Вот у нас приехала верная спутница, садите дубхой, группа мини-прии матаджи, можете потом к ней подойти, может, она подскажет. Я не знаю, чему они научатся у ситы. Сита целомудренно была, что тут и так понятно. Шабра Упада говорил, что красота женщины, это ее кроткость. Кто-то может сказать, да нет, сейчас кротко и замуж не выйдет. Надо там, ху-ху-ху, рады, рады, щам-щам. Но он рассказывал историю, что они зашли, они где-то, где-то он какого-то love member был там, вот, и они зашли, и там зашла женщина, простая уборщица. Шабра Упада рассказывал историю. И она просто смиренно встала, и ждать, когда они закончат. И говорит, она просто уборщица какая-то. Но говорит, мы не могли уже просто. Человек пришел с таким смирением, говорит, мы закончили, чтобы она могла убираться. И ее красота, вот эта вот внутренняя, она, говорит, покорила всех, кто там был. Вот это, вот это Кала Сита. Мы знаем, что Равана никогда не дотрадился до ситы. Никогда. Да, была Майя Сита, она проявилась, то есть, да, ее реплика описывается. Равана никогда не дотрадился до ситы или до Лакшми. И в чем суть? Лакшми, она кому служит? Кому? На районе. Вот. И поэтому тот, кто Лакшми или деньги. Лакшми – это также средство, да, мы знаем, богатство, роскошь. Кто-то не задействует служение на районе, тогда он попадает сам продаю Раваны. Поэтому можете читать. Верности мужу. Смотрите, мы уже рассказывали, да, она как жены декабристов были, вот они на край света. Она принцесса. Нам тяжело это представить, что такой принцессой быть. Я извиняюсь, конечно. Даже в современном мире самая богатая там женщина, там королевна, я не знаю, вряд ли она даже близко поймет, какие были возможности наслаждения у Сиды в ее царстве Минхиева. Она даже близко это не поймет, Джанаке. Вот. У нее было все. Она никогда не ходила по твердым предметам, а так она пришла в лес, в робище простой одежды. Вот. Да для нее это аскетичный был подвиг. Поэтому смотрите, верность мужу, это прежде всего, она пошла за рамой впереди, чтобы вытаптывать сухую траву, убирать колючки с пути Рамачандры. Вот. Поэтому много. Сито, конечно, олицетворении чистоты, верности, преданности, умиротворении, да. Она довольна была всем, что в лесу происходило, мы знаем. Сито, она о них говорила, ну что-то там, все-таки не очень как-то. Претензии Раме постоянно какие-то она не предвозила. Ты не очень сегодня Поляновым выбрал. У меня всегда довольна. Куда Рама привел, там она была счастлива. Вот вам урок, пожалуйста. Кровати не было. Там не только кровати не было, там вообще. Они жили в лесу, дома не было, они все время путешествовали. 14 лет в изгнании. 14 лет в таких тяжелых условиях. И она была верна, и она шла. А хотя она могла дома остаться, в принципе, и говорить, дорогой, я тебя здесь верно подожду. 14 лет. Ты пойди, походи, я буду здесь, поклоняться твоему Мурте. 14 лет. Нет, она с ним пошла. Все тягости и невзгоды мужа она приняла на себя. Вот это в современном мире это редко встречается. Чуть-чуть какие-то неудачи у мужчины или еще что-то. Женщина, она перескатит в другой автомобиль. Это материальный мир. Мы можем видеть это. Поэтому читайте Ромая, но медитируйте на сито. Вы там очень много увидите для себя интересного. Давайте от мужской половины вопрос. Ария Кришна, Великий Предный сказал, что чтобы избавиться от пороков, зависти, вожделения, единственный способ это служить чистому преданному. Но если нет возможности служить и чистому преданному, и его слугам, то каковы практические действия? А почему нет возможности служить чистому преданному? А напрямую? Нет, Аман не сказал, что надо напрямую служить. Настоящее служение – это шикша. Шикша – это выполнять наставление. Нужно найти преданного, у которого сердце подобно тиртхе, оно чистое. И слушать от него с верой. И это называется, это и есть служение. Поэтому у нас всегда есть книги Шипрубады. Вы можете открыть, кто может быть более чистый, чем Шипрубады. И вот эта вещь, что кого меня нет, или я редко вижу Гуру. Я вот не раньше с вами рассказывал, он, по-моему, один или два раза в своей жизни видел Шипрубаду. Сейчас, знаете, вот эта мода идет. Ну вот, Гуру, он должен быть здесь, с злоуглом, и по первому моему требованию должен показаться, когда у меня какая-то проблема, расстройство, там, желудка или еще что-то, психологическая травма, он, Гуру, должен спасти, быть рядом, служить мне. Нет. Если вы слушаете внимательно саду, чистого преданного, это и есть служение. Саду не нужно, понимаете? Читан Чандрович он рассказывал своим ученикам. Вот у меня там столько-то учеников, не знаю, сколько там у них. Если каждый, например, захочет мне кашку с утра сварить, лично, я просто не смогу их съесть, только кашки. Просто лопну. Поэтому, говорит, служение мне заключает в том, что вы слушаете меня, и после того, как человек слушает, что нужно? Нужно воплотить в жизни наставление. Вот это и есть служение чистому преданному, а не то, что мы носки постирали и думаем, что я послужу чистому преданному. Сколько людей терлось вокруг читания Махапрабу? Кали Кришна. Да, сколько историй. Они все были вокруг читания. Не просто чистого преданного. Это и сама верховная личность Бога. И сколько они совершали ошибок. И тогда Господь читания объяснил, что тот, кто с моим сердцем, рядом со мной, внутри, не просто внешне, не просто Авапу, а тот, кто в ванне, тот, кто выполняет наставление, это важнее. Поэтому у вас есть всегда возможность, даже если вы в Тайде, в Сибири один, там, в Якутии сидите, откройте книгу Шипраупады, и выобщайтесь с Шипраупады, и выполняйте его наставления. Вставайте рано утром, повторяйте внимательно. Горе Кришна, Горе Кришна, 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 Горе, Горе, Горе Рама, Горе Рама, Рама, Рама. Изучайте святые писания, поклоняйтесь божествам, не ешьте пхогу, не ешьте пхогу, это уже будет неплохо, если мы перестанем есть пхогу. Мы начали очень внимательны к этому, но с годами это все уходит куда-то, там, некогда, Шри Вишну, Шри Вишну, и преданные едят столько в ходе, и как бы, поэтому наставления в саду надо понять, ежедневно слушать их и выполнять. И всегда есть такая возможность служить чистому преданному, всегда. Любовь, это не разделяется километрами, вот там, нету чистого преданного. Это чистый, этот не очень, давай другого поищем. Вот это все время, как бы мы выбираем. Слушайте, чистого преданного. А чистый преданный что говорит? После того, как мы получили саду сангу, это сообщение с саду, с чистым преданным, он говорит, Баджанакри, иди в общество, Вайшнауф, и слуши. Мы думаем, ну ладно, неохота, конечно, но сказал, чистый преданный, буду делать. И начинаем идти и ругаться со всеми. Думаем, это служение чистому преданному. Нет, это еще Баджанакри. Дальше, следующее, я не нартка, не врите. Не беспокойтесь, гуру всегда появится в нужный ключевой момент в вашей жизни, или саду. Кришна через кого-то проявится всегда. Господь никогда нас не оставляет. Это только мы по иллюзии, по своей, не видим его присутствия и не видим его влияния. Всегда, когда нужно, вот развилка станет на вашей жизни, какие-то конфликтные или какие-то вы не понимаете, всегда появится тот человек, который подскажет, поможет и даст правильное понимание, как правильно поступить. Мы должны быть внимательны просто, потому что Кришна, Он проявляется через разных личностей, может проявиться. Абсолютно. Абсолютно. И таких примеров в истории, в Библии, например, таких примеров моря, что монету можно поднять из грязи, а истину высушить из уст ребенка. Помните эту историю, когда один богатый бизнесмен, он гулял по ганге там, вот, и был, село, садилось солнце, да, и он услышал там, одна девочка звала папу, одна девочка просто звала папу, папа, папа, домой пора, уже время идти домой, 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 и просто его щелкнул, он понял, уже время домой возвращаться, хватит уже этой ерундой заниматься, надо возвращаться домой, обратно к Богу. Это Кришна так проявляется. Будьте внимательны просто ко всем проявлениям Господа, а не то, что мы будем искать, ну, эта девочка, она не чистый предназначен, она бред несет какой-то домой, там, куда-то идти. Нет, он так не подумал, он услышал, и мы все знаем, он стал великим, великим святым, он отрекся, и храм огромный, Лау-Бабу, во Вриндаване, на его деньги до сих пор, он был богатый человек, он все пожертвовал, на его деньги до сих пор кормят саду по Вриндаване. Там с ним много историй, конечно, дальнейшее очищение тоже было. У него был все время конкурент по фирме, была конкурирующая фирма в Калькутте, там они где-то, и когда он стал саду, святым человеком, тот второй, он тоже, он богочестивый человек, он раздавал пожертвования для святых людей, еду, и он стал в очередь смиренно к своему бывшему конкуренту. И когда тот увидел, что вау, бабу, ему сообщили, ты знаешь, кто там стоит? Вот с той фирмы, с которой мы все время ссорились с соседней. И этот человек, он вышел с золотой поднос, там драгоценности, золото, и все ему вынес, говорит, ты меня победил на самом деле. Поэтому, когда мы имеем в виду служить чистому преданному, надо четко понимать, какой духовный процесс, вообще, как развивается духовная жизнь. Это не то, что вот нам сказать, а кто чистый? Ну давайте проголосуем вот за этого. Окей, вот этот чистый. Как вы определите вообще, кто чистый преданный, кто не чистый? Вы можете определить на нашем уровне? Это очень тяжело как бы понять. Но если у нас есть вера в понимание процесса, мы получаем наставление от Шиопрабхады, вот и от его представителей. И даже иногда мы можем прочувствовать, как лично проявляется через просто соседа. сосед вам скажет. Знаете, я распространял книги один раз в Петрозаводске с одним преданным. И преданным что-то подустал, не хотел больше распространять. И бабка какая-то вышла из парадной. Чего ты не хочешь распространять книги? Давай распространяй, иди. Давай, иди. Было просто поразительно. Он говорит, я посижу немножко. Хватит лениться, давай, иди распространяй книги. Просто бабка какая-то из подъезда вышла и стала на него орать. В Петрозаводске мы были. Надо было спросить, бабка, у тебя есть сертификат чистого преданного? Дипломы ты закончил? Ученик в ИСКОН прошла? Надо быть немножко более тонким в духовной жизни, более чувствительным к Богу. Чувствовать его в своем сердце. И постепенно, постепенно мы увидим, как Господь вмешивается в нашу жизнь через абсолютно разные ситуации. Какие-то создаются ситуации в нашей жизни, трудные иногда ситуации, зачастую. Но там всегда можно извлечь пользу какой-то урок. Поэтому, пожалуйста, служите себе на здоровье. Читайте книги Шипра Упада. Предлагайте к лишней еду хотя бы. Само по себе понятие служить только чистому преданному уже есть гордыня. Скажи, скажи. Само по себе понятие служить только чистому преданному уже есть проявление гордыни. Как я могу служить только чем? Вы раздаете просад и говорите, вы чистый преданный? Нет, ты сегодня мылся? Мылся? Чистый преданный. Получай. Служить надо всем преданным. Более того, когда мы когда мы продвигаемся выше, мы увидим, что служить надо вообще всем живым существам. А слушать нужно что вот этот вкус ручек он идет от тех, кто сам имеет этот вкус. Вы через какой-то момент времени духовной практики начнете разбираться. Вы увидите, что кто-то зараженный, кому-то нравится Святое Имя, кому-то нравится Шимад Бхагава, ему чувствуют вкус, испытывают. Вы увидите, что есть разные уровни веры. У кого-то вера очень глубокая. глубокая, крепкая. Старайтесь общаться с такими людьми. Старайтесь. А у кого-то вера не очень слабенькая. Не надо их унижать и оскорблять из-за этого. Но близко, например, дружбу и открывать сердце уже может быть не надо. Потому что если вы будете раскрывать свою душу, сердце, а люди тоже будут, у них материальные желания в их сердцах, они могут переходить и к вам в вкус. Поэтому со временем вы увидите, что преданные тоже разные, кто-то глубокий человек. Может, он не красноречивый, поет криво, и хромой, и горбатый, но у него может чистое сердце быть. Со временем это придет. Видение, понимание. Служите всем. Но наставление и вот это общение получайте, выбирайте общение. Субтитры создавал DimaTorzok и, по-русски. Субтитры создавал DimaTorzok и, по-русски. Субтитры создавал DimaTorzok